Царь горох Здравствуйте, уважаемые зрители! Выражения «при царе горохе» со времен царя гороха, начиная с царя гороха означают «в очень далеком прошлом, в незапамятные времена». Никакого царя гороха в истории России, разумеется, не существовало. Это сугубо фольклорный персонаж, пришедший в язык из народных сказок. Так, одна из сказок, записанных великим русским собирателем фольклора Александром Николаевичем Афанасьевым, начинается таким образом. В то давнее время, когда мир Божий наполнен был лешими ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки, В то время жил-был царь по имени горох с царицею Анастасией Прекрасной. У них было три сына царевича. Ученые неоднократно делали попытки увязать имя царя гороха с именами тех или иных исторических или мифологических персонажей, и даже божеств. Но все эти версии выглядят недостоверными. По-видимому, мы имеем дело с народным юмором, созданием заведомо абсурдного и комичного имени правителя. Неправдоподобность имени должна подчеркнуть стародавность и легендарность тех времен, которые при помощи этого имени описываются. При царе горохе означает «настолько давно», что в общем-то «никогда». Русский язык – великий, могучий и обладающий чувством юмора.